Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Никак не могу сдержаться. Все время хочется находить новые сервисы, которые помогут избавиться от цифровой зависимости. Точнее, от зависимости от социальных сетей, принадлежащих сильным мира SEO. И сегодня про Фидли – агрегатор новостей, ну или РСС-ленту. Вот так примерно это выглядит. Тут у вас лента новостей от ресурсов, на которые вы подписаны. Чем-то напоминает ленту Facebook, но без жесточайшей ротации, а правильнее сказать – без жесточайшего скрытия постов от изданий, на которые вы подписаны. Итак, зарегистрировались, не будем пока обозревать интерфейс, а сразу добавим какой-нибудь ресурс. Фидли понимает, что я из России и предлагает поиск среди русскоязычных ресурсов. Вот здесь можно изменить языковые предпочтения. Само название можно писать и по-английски, сайт он будет предлагать русскоязычный. Так, Медуза тут естественно есть, причем он предлагает несколько РСС-лент. Выберем основную. Вот она. Нажимаем follow и добавляем в фид, в выдачу. Нет, пока не добавляем, у нас не добавлено ни одного фида. В принципе можно это сделать и отсюда. То есть новый фид, название и все. Вот основная лента и в ленте уже есть Медуза. Ну с Медузой все в той или иной степени понятно. А есть ли тут, например, Теплица? Есть. Причем есть как сайт, также добавляем в основную ленту, так и, не может быть, чудо, канал Теплицы на YouTube. Тот ли это канал, на котором вы сейчас смотрите это видео, если не подписаны, то уже подписываетесь? Да. Это он и это очень хорошо. Хорошо не то, что это он, а то, что подписываться вы можете и на каналы YouTube и он вас будет оповещать о вышедших видео. Видите как? Двенадцать человек даже подписаны через Фидли. Мой респект и уважение. Так, ну у Теплицы есть сайт, а есть ли каналы, у которых нет сайта? Да, редакция есть. Редакцию я люблю. Еще не поздно. Ар тоже. Арзамас тоже. А вот Максим Кац уже лишнее. Так, ладно, хватит YouTube. Давайте попробуем что-нибудь менее известное. Ну вот, хотел набрать Роскомнадзор, а выскочила Роскомсвобода. То, что она есть, кстати, тоже хорошо. Ну, в общем, для демонстрации того, что мы добавили, вполне достаточно. Тут есть большая часть ресурсов, которые есть в российском сегменте, включая YouTube. И скажу по секрету, живой журнал. Его вроде уже нет, но здесь он еще есть. В закладке Today, то есть сегодня, вам подбирают некоторую выжимку статей из того, на что вы подписаны. Вы можете заглянуть в статью и в зависимости от настроек РСС увидите какую-то ее часть или всю статью здесь. И отсюда же можно перейти на сайт и прочитать статью там. Также, и это очень удобно, можно добавить статью в категорию «Почитать позже». Сохранить на одну из досок, о досках сейчас расскажу. Отметить как не прочитанную в случае, если вы ее уже читали. Или наоборот, отметить как прочитанную и скрыть из списка. Прочитать позже, как несложно догадаться, собраны статьи, которые вы отметили как прочитать позже. Это одна самая простая форма структурирования контента. Вторая, более сложная, это доски. Их также можно создавать в том числе отсюда, то есть создаем доску, например, полезная. И теперь тут появляется доска полезная, где собраны все статьи, которые вам кажутся полезными. С досками можно осуществлять различные телодвижения, например, расшарить со своими коллегами. Не все телодвижения являются бесплатными. Кстати, о плате. Кажется, что инструмент исключительно платный, вот самый дешевый тариф, до 1000 ресурсов. Ну то есть сайтов и каналов YouTube. Но вот тут мелким шрифтом написано, что не волнуйтесь, если желаете бесплатный тариф, до 100 ресурсов и трех фидов, ну лент выдачи, фидли бесплатный. Естественно, с рядом ограничений, например, кстати, вот так вы открываете страницу поиска новых ресурсов. Например, если вдруг вам захочется добавить в фид выдачу Google по ключевому слову, то они в качестве примера предлагают Илон Маск, возьмем нашего Илона по фамилии Рогозин, специалиста по батутам. Ну вот, например, достойная Илона Маска разработка. И при попытке стать фолловером ключевого слова нам предлагают сменить тариф. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Так что, если уложитесь в 100 источников, а я думаю, уложиться можно, фидли для вас будет бесплатным. При том, что инструмент этот простой, обозреть все за один скринкаст невозможно. В частности, тут есть алгоритм выдачи по имени Лео, который частично настраивается и обучается в соответствии с вашими предпочтениями. То есть это не то, что умная лента в фейсбук. Так что голосуйте лайками и комментариями, если поймете, что нужно продолжение. Ну и конечно же не лишним будет добавить, что фидли имеет мобильное приложение. Вот такое вполне простое и удобное. В целом это конечно не аналог социальной сети, друзей тут нет, но как агрегатор новостей вполне годный сервис. В конце концов беда фейсбук еще и в том, что вам не показывают новости тех изданий, на которые вы подписаны. Все любите друг друга, не утоните в мире информацией, в конце концов она для нас, а не мы для нее. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у деплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok